Введение. Читает автор. Никому на самом деле не нужно, чтобы вы были счастливым, богатым и успешным. Другие люди в первую очередь хотят, чтобы вы были предсказуемым, покладистым и поступали так, как хочется им. Вы и сами не будете терпеть того, кто для вас неудобен, непонятен и не соответствует вашим ожиданиям. Скорее всего, вы автоматически начнете его переубеждать, учить, обесценивать и критиковать. Иными словами, вы будете пытаться им манипулировать. Так уж вышло, что мы живем не в дистиллированном мире, где розовые единороги какают бабочками, люди соблюдают договоренности и можно верить словам. Все мы воздействуем друг на друга, осознанно или нет. Привычные, вежливые, даже ласковые речи на деле могут оказаться манипуляцией. Мы слышим и произносим их ежедневно, с родителями, детьми, любимыми, на работе, дома или в очереди за холовой в местной шестерочке. Даже маленькие дети кричат для того, чтобы добиться своего, просто потому, что по-другому они пока еще не умеют. К слову, многие из них так и не научатся. Манипуляции бывают милыми и приятными, такие как флирт или лесть, но могут быть и токсичными, разрушающими и причиняющими вред. А кроме относительно безобидных и бытовых манипуляторов, нередко встречаются те, кто использует методы скрытого воздействия и может нанести серьезный урон психике или даже испортить жизнь. Для одних, назовем их хамами, обесценивание, провокации и прочие грубые манипуляции – это основной способ коммуникации и выстраивания отношений. Они охотно нарушают чужие границы просто для того, чтобы проверить реакцию. Они наслаждаются, когда скандалят, оскорбляют и выводят других из себя, а доброту и неконфликтность они воспринимают как слабость и приглашение к новой атаке. Рядом со вторыми, назовем их психологическими вампирами, падает самооценка, накатывают тревога и тоска, буквально покидают силы. Это могут быть родители, дети, друзья, коллеги. При этом вампир вроде и человек хороший и правильные вещи говорит, а рядом с ним все хуже и хуже. И отказывать ему неудобно, и послать нельзя. Ну как обидеть хорошего человека? Эти незаметно подавляют и расщепляют, используя токсичные манипуляции и приемы психологического насилия, просто потому, что они получают от этого удовольствие. Это наши любимые нарциссы, абьюзеры, психопаты, тираны и садисты. Многие из них социально успешны и вряд ли вы сумеете представить, что они могут вытворять со своими жертвами, пока не станет слишком поздно. Для таких людей отношения – это не способ быть вместе, а способ питания. Другой человек для них – это просто ресурс. Мимо всех перечисленных товарищей есть еще профессионалы. Они прекрасно осведомлены о том, что человеческая психика крайне уязвима и ограничена, а все слабости и механизмы мышления давно изучены и взяты на вооружение. Профессионалы используют для манипуляций наработки в сфере социальных и когнитивных наук, медицины, нейробиологии и различных отраслей прикладной психологии, соединяя их с современными техническими решениями. Итого, справедливости нет, все манипулируют всеми, психологическое насилие существует, а люди бывают жестоки. Если вдруг истории про нарциссов, психопатов и садистов для вас – это какие-то сказки и страшилки, а газлайтинг – это такая увлекательная игра из серии «Верю-не верю», вероятно, вы тот самый везунчик, который воспитывался в абсолютно здоровой семье, а в вашем окружении все сплошь осознанные, психически здоровые и эмоционально развитые. Если так, я могу только порадоваться. Но обычно только наивные люди убеждены в том, что видят манипуляторов насквозь, а психологические приемы на них не действуют. Как говорится, если вы думаете, что вами не манипулируют, значит вы либо в руках профессионала, либо у вас просто нет ничего такого, что могло бы заинтересовать манипулятора. Невежество – самое дорогое из удовольствий, а в некоторых случаях еще и опасное для жизни. Разговоры про то, что манипуляции – это зло, а все манипуляторы – психопаты, а вы не станете опускаться до их уровня и вообще умный промолчит, проблемы не решают. Таких людей использовать даже удобнее. Оппозиция «я этого не вижу, значит этого нет» – только на руку манипуляторам. Незнание не освобождает от ответственности. И, как говорил Джон Кеннеди, единственное, что необходимо для торжества зла – это чтобы хорошие люди ничего не делали. Хорошая новость в том, что у вас уже есть все необходимые ресурсы и механизмы психики для того, чтобы научиться распознавать манипуляции, сохранять устойчивость к деструктивному воздействию, противостоять манипуляторам и самому при необходимости воздействовать на другого. Первое, что необходимо сделать для того, чтобы расколдовать себя – это начать называть вещи своими именами. Второе – освоить приемы воздействия и познакомить свою психику с тем, как может выглядеть психологическое насилие, газлайтинг, расщепление, подвешивание и эмоциональные качели. Таким образом, вы себя вакцинируете и заставите ваш психологический иммунитет работать. Невозможно одержать победу в игре, правил которой не понимаешь. Когда вы вооружитесь знаниями об основных техниках и методах психологического воздействия, у вас автоматически будут включаться защитные механизмы. Психологическое насилие станет для вас просто манипуляцией, хамством, обесцениванием и провокацией. Если вы умеете отвечать на такие выпады, то манипуляция станет просто коммуникацией. А нарциссы, абьюзеры, психопаты и бытовые манипуляторы станут для вас просто людьми, которым плохо, которые с чем-то не справляются и хотят что-то от вас получить единственно доступным им способом. И главное, вы в этой коммуникации перестаете быть жертвой. Кстати, если вдруг вы переживаете, что эта аудиокнига будет учить психопатов манипулировать людьми, поверьте, они уже давно умеют, любят, знают, практикуют. Расслабьтесь, они уже в курсе. Именно с них эти техники и моделировали. А вот жертвам психологического насилия и всем, кто не планирует ими становиться, эта аудиокнига поможет разобраться в этой теме и обрести силу. Первые поймут, как постоять за себя и выйти из токсичной коммуникации, абьюзивных отношений, деструктивной секты или финансовые пирамиды. А вторые узнают, что делать, чтобы их не сожрали. Аудиокнига будет полезна и всем остальным, кто живет в реальном мире. Потому что вопрос не в том, манипулируете вы или нет. Вопрос в том, насколько качественно и уместно вы используете эти приемы. И не гробите ли вы психику окружающих без особой нужды. Так что все, кто манипулирует неосознанно, благодаря этой аудиокниге, смогут понять, какой вред они наносят своим близким. И получат возможность очистить свою коммуникацию от токсичных приемов. Зачем я написал эту книгу и почему советую вам ее прослушать? Так получилось, что по долгу службы в течение 16 лет мне постоянно приходилось участвовать в жестких переговорах и разруливать крупные внешние и внутрикорпоративные конфликты, где моими оппонентами и контрагентами зачастую были скрытые манипуляторы и другие токсичные товарищи. И чтобы справляться с такими переговорами, не травиться и не быть сожранным, мне приходилось тренироваться, учиться, качаться и постоянно искать тех, кто так умеет. Поэтому после того, как я получил базовые знания о психологии личности, я начал ходить по всем традициям, тренерам и учителям, которые демонстрировали способности воздействия на людей и собирал необходимые мне навыки. Это были традиции классического и боевого нейролингвистического программирования, гипноз, когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, жесткие переговоры и все, что с ними связано. Параллельно я наполнялся академическими знаниями, которые в будущем привели меня к тому, что я получил специализацию по семейному консультированию в гештальтподходе и диплом клинического психолога. Таким образом, с годами сформировалась моя собственная модель, в которой соединилось все, что помогало мне выживать и достигать своих целей. В 2018 году я, наконец, перегрыз корпоративную цепь, ушел из найма и сосредоточился на персональном консультировании. Работая с клиентами, я обнаружил огромный запрос на тему манипуляций. Выяснилось, что все те же самые приемы психологического насилия, с которыми я сталкивался в переговорах, люди применяют друг другу в быту, нанося близким вред, причиняя им боли, ломая их жизни. И так как подобных историй накопилось много, я решил собирать особо востребованные, болезненные, ядерные темы и записывать на них ответы в видео. Так родился мой YouTube-канал. И каково же было мое удивление, когда некоторые ролики на канале выстрелили на максимально широкую аудиторию. По статистике этих видео стало очевидно, насколько эта тема востребована, сколько боли в жизни у людей из-за скрытых манипуляций и психологического насилия. Сейчас мой YouTube-канал насчитывает более 550 тысяч подписчиков, и люди продолжают подписываться, для того, чтобы узнать больше о практической психологии, переговорах и манипуляциях. Некоторые темы переросли в авторские программы и мастерские, на которых к этому моменту обучилось уже более 2000 человек. Ну, а когда информации и практического опыта, как моего личного, так и опыта клиентов и участников программ, накопилось достаточно много, было решено собрать все это воедино и написать книгу. Что вы найдете и чего не найдете в этой аудиокниге. Ни в одной главе мы не будем говорить про классические переговоры, риторику, эвристику, аргументацию и прочие подходы, которые предполагают следование каким-то правилам и нормам морали. Оставим переговоры переговорщикам, экологию экологам, а личные границы тем, кто их видит и уважает. Черный пояс по карате не защищает от радиации и отравления. Логика и аргументы не работают, когда в дело идут приемы психологического насилия. Красивые формулировки не помогают против расщепления личности, газлайтинга и когнитивных ударов. Мы также не будем говорить про открытые формы конфликта, потому что в них понятно, с кем вы имеете дело и что вам желают зла. Речь пойдет о неочевидных и незаметных грязных приемах, которые понемногу сводят с ума, разрушают личность и наносят вред психике. Благодаря такому воздействию люди нередко становятся клиентами психотерапевтов и даже психиатров. Когда я подбирал материалы для книги, то столкнулся с двумя крайностями. Академические труды сложно читать, легко забыть и непросто понять непосвященному человеку. А популярные источники нередко кишат глубокомысленными инсайтами из серии «Хорошее — это хорошо», «Плохое — это плохо», «Солнце горячее, а вода мокрая». Поэтому я постарался все методики описать так, чтобы у каждого появилась возможность сделать общение безопаснее и продуктивнее, а значит, сделать жизнь успешнее и радостнее. Я собрал для вас модели, концепции и инструменты из клинической психологии, социальных наук, когнитивно-поведенческой терапии, НЛП, в том числе боевого НЛП, жестких переговоров, черно-риторики и других теневых аспектов прикладной психологии, которые подтвердили свою эффективность на практике. Как слушать эту аудиокнигу? Вся информация изложена по принципу «от простого к сложному», от основных понятий к конкретным техникам и инструментам. Каждая следующая тема включает в себя предыдущие, как матрешка. Поэтому постарайтесь не забегать вперед и не перескакивайте через главы. Возможно, в процессе слушания вы будете испытывать сопротивление, гнев или другие негативные эмоции. Какая-то информация будет менять ваше представление о мире, лишать приятных иллюзий и привычных заблуждений. Это может быть неудобно или даже больно. Однако, в мои планы и не входило быть удобным. Моя цель – принести пользу, сделать вас сильными, вакцинировать вашу психику и расколдовать вас. Моя цель – принести пользу, сделать вас сильными, вакцинировать вашу психику и расколдовать вас. Предвижу вопрос о самом начале аудио, где я утверждал, что ваше счастье, богатство и успех никому не нужны. Возможно, вы подумаете, а тебе тогда это зачем, чертов ты, нарцисс, абьюзер и психопат? Наверное, ты просто мной манипулируешь. И будете правы. Конечно, я манипулирую. Ведь я хочу, чтобы мы вместе жили в более здоровом, сильном обществе, где будет меньше боли, грязных манипуляций и токсичного воздействия. Где будет больше любви, созидания и доверия. И если вы со мной, скорее переходите к первой главе. Поехали. Заключение. Читает автор. Я написал эту книгу такой, какой порекомендовал бы самому себе лет 15 назад. Она получилась, как и все мои проекты, максимально структурной, прикладной и циничной. Тут нет волшебной таблетки, секретных секретов успешного успеха и универсальных скриптов на все случаи жизни и серии, как поставить хама на место, как застыдить нарцисса, как разжалобить психопата, как абьюзить абьюзера и газлайтить газлайтера, не привлекая внимания санитаров. Кстати, хорошее было бы название. Нужно запомнить. Нет правильных ответов, которые подойдут любому человеку в любой ситуации. Все зависит от индивидуальных особенностей, от того, с кем вы имеете дело, от обстоятельств и, конечно, от ваших целей. Мне важно было донести до вас основные механизмы и принципы того, как работает деструктивная коммуникация, почему она работает и почему она не может не работать. Необходимо знать про эти приемы для того, чтобы распознавать такое воздействие, сохранять устойчивость, давать отпор или использовать их самостоятельно. Я искренне верю, что полученные знания помогут вам применять эти техники уместно, памятуя о принципе «не навреди». Вы перестанете неосознанно травить своих близких, сумеете защитить то, что вам дорого, и не будете проваливаться в стыд и беспомощность на переговорах и в токсичных отношениях. Не стоит забывать, что мы деструктивно воздействуем и сами на себя. Мы годами себя разрушаем, подавляем, расщепляем, наказываем, обесцениваем и называем это воспитанием, кармой, тяжелой судьбой или влиянием урана на Венеру в пятом доме. Даже больше, наиболее эффективный, легкий и безопасный способ разрушить другого человека это сделать так, чтобы он разрушил себя сам, расщепляя и властвуй. Наверняка кто-то из классиков такое сказал. Повторюсь, самый страшный удар это удар, которого ты не видишь. Самые страшные раны наносятся с самой доброй улыбкой и самыми правильными словами. Зачастую их наносят самые близкие и хорошие люди. Опять же, вы уже знаете, что близость и доверие это дело техники. А если вы отслеживаете у себя мысли из серии «А может у него было тяжелое детство?» «А может ему или ей самой было плохо?» Нужно просто потерпеть и само все рассосется. Он все осознает и будет все хорошо. То вы продолжаете заниматься самогазлайтингом и ваша иммунная система не работает. Вы не доверяете себе, своим органам чувств и своему рассудку. Ваши защитные механизмы спят или нападают друг на друга. Помните про три основных критерия, о которых я говорил еще в самом начале? Цель, последствия и инструменты. Приемы психологического насилия работают эффективно только если вы их не распознаете. Как только вы начинаете называть вещи своими именами и прекращаете себя газлайтить и стыдить, абьюз превращается в конфликт или в хамство. Еще раз отмечу, даже если вы взяли на вооружение все эти приемы, распознаете их и понимаете, как они работают, многие из них остаются токсичными сами по себе. Помните про то, что мы не можем не проживать все, что касается наших органов чувств. Мы автоматически проживаем весь опыт, связанный с услышанными словами, как реальный. Даже если мы очень осознанные, просветленные, трижды образованные и умные. Так устроено наше мышление и другие этим пользуются. Ничего личного, просто бизнес. Поэтому помните про эмоциональную гигиену, информационную гигиену и гигиену окружения. Ваша жизнь это то, чем вы ее наполняете эмоциями, отношениями, людьми, информацией и делами. Ваши ценности, цели и чувства достойны того, чтобы вы о них заботились. Сегодня мы все стабильно перегружены входящей мусорной, тревожной и деструктивной информацией. Из различных источников на нас в промышленных масштабах выливают сведения, которые разрушают и подавляют психику, личности и когнитивные функции. Причем вся эта информация качественно выигрывает конкуренцию за внимание у реального мира, реальных фактов, реальных навыков, реальных результатов, живого общения и настоящих отношений. Социальные психологи, когнитивисты и социальные инженеры не зря едят свой хлеб. Да, мы не зря едим свой хлеб. Для того, чтобы ваше внимание и мышление принадлежало только вам, а не являлось товаром, полем битвы или инструментом в чужих руках, особенно важно беречь свой мозг, заботиться о психическом здоровье, укреплять внутренние опоры, освобождаться от негативных рамок восприятия и неадекватных и деструктивных убеждений, расширять и укреплять социальные связи и прокачивать коммуникативные навыки. Позаботься о себе и о своих близких и мир станет немного лучше. Надеюсь, эта аудиокнига поможет сделать вашу коммуникацию эффективнее и приятнее, а отношения здоровее и счастливее. Верю, что хотя бы через одно рукопожатие я смогу дотянуться этой аудиокниги до каждого, кто нуждается в подобной информации. Кому нужна помощь, чтобы разобраться в себе, выйти из токсичных или созависимых отношений и очистить свою коммуникацию от деструктивных приемов. Вернуть себе свою силу. Знание, сила предупрежден, значит вооружен. В первую очередь вы сами несете ответственность за свою коммуникацию. Напоследок отмечу, что именно практический навык вакцинирует психику. Для того, чтобы психологический иммунитет работал, вам необходимо познакомить вашу психику с приемами психологического насилия, газлайтингом, расщеплением, подвешиванием и, например, эмоциональными качелями. Помните, что для освоения этих приемов созданы специальные безопасные пространства. Отработки по жестким переговорам, боевом НЛП, фокусам языка и другим темам регулярно проводятся у разных тренеров, в том числе и у вашего покорного слуги. Верю, что всеобщая осведомленность сделает наше общество немного здоровее и счастливее. Как в свое время понимание, как работает вербовка в деструктивные секты, финансовые пирамиды, техники быстрого наведения гипноза и техники быстрого соблазнения и прочее, сделало эти приемы менее эффективными или вовсе свело их на нет. Именно поэтому я снимаю видео для канала, создаю программы, провожу соответствующие мероприятия и озвучиваю эти строки для вас. Берегите себя, любите друг друга и до новых встреч.